И последний раз. Кто? Вы, да? Начать день с растяжки на свежем воздухе или арт-терапии с солнечными ваннами. Позитивный заряд получили все участники эко-пикника. Ученые, эко-волонтеры, грантополучатели, формулы хороших дел, школьники, журналисты второй год собираются на запсиб нефтехиме. Это не только возможность обсудить актуальные вопросы экологии, но и объединить неравнодушных горожан. Алиса Вагапова реализует в жизнь проект «Двойная польза». Средства от сдаваемых отходов направляются в помощь бездомным животным. Те вещи, о которых мы говорим здесь, это касается всех жителей города, вне зависимости, в каком статусе ты находишься. И это замечательно. То есть мы можем говорить здесь открыто сейчас о тех вопросах, которые нас волнуют. И чувствую, что ты не один. То есть я просто человек, которого это волновало. И я начала этим заниматься. Я начала писать гранты, решать проблему в меру своих возможностей. Я продолжаю это делать. Осознанная утилизация отходов стала еще проще. С появлением в Тобольске пункта приема, куда теперь можно не только сдать макулатуру, но и различные виды пластика, даже обмотку кабеля. Теперь выгодно не захламлять леса, а сдать мусор и получить деньги. Это как в свое время, когда металл собирался в тяжелые 90-е. Ведь если он раньше везде валялся, то сейчас ты даже проволоки куска не найдешь. Вообще такого явления нет, чтобы металл где-то валялся. Я надеюсь, так же и с пластиком будет. Гранты программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел» помогают сделать уверенный шаг в сторону реализации замыслов. В школе поселка Сетово скоро появится не только лесничество, но и питомник для выращивания саженцев сосны. Будут парники. То есть мы будем ходить с ребятами собирать шишечки, доставать семена. И с помощью парников как раз таки будем выращивать саженцы. Мы как раз таки закупим всю необходимую методическую литературу. И с ребятами будем все это изучать, конечно, как все правильно делать. Мне очень это интересно. Когда мне предложили, я сразу же решила себя в этом попробовать. Потому что я хочу помогать природе, делать что-то полезное не только для себя, но и для нее. Еще один проект, вызвавший огромные интересы участников эко-пикника – «Экотропы Сибура», находящиеся в нескольких километрах от крупнейшего нефтегазохимического комплекса. Растения – биоиндикаторы, благополучно произрастающие там, очень требовательны к качеству воздуха. Здесь также уже сказали о том, что химические лаборатории проводят анализ воздуха на различные показатели. Считаю, что все-таки основным даже относительно химических показателей является все-таки биоиндикация. Экскурсии по эко-тропам начнутся после отмены противопожарного режима в регионе. Открытием этого года станет специально созданный аудиогид. Анастасия Терехова, Ярослав Прохоров. Тобольское время.